За жаркое лето многие наверняка успели немного забыть о том, что такое грипп. Но пришедшее на бричину похолодание готово освежить нашу память. Дождливая, слякотная, ненастная погода создаёт хорошие условия для активного распространения вируса. Механизм простой. Человек замёрз, иммунитет ослаб и вирус активно берётся за дело. А точнее тело. Инкубационный период от нескольких часов до трёх дней. И встречайте жар, головную и мышечную боль, усталость, кашель, насморк или заложенный нос и першение в горле. Грипп – это респираторная вирусная инфекция, которая как раз-таки передаётся воздушно-капельным путём. Не сам опасен грипп, как его осложнения. Осложнения не протекают в виде пневмонии, тех же каких-то менингиальных симптомов. Это может быть и воспалительные процессы мозговых оболочек. Для профилактики гриппа есть сотни методов нетрадиционной и традиционной медицины. В числе последних вакцинация в прошлом году в Бресте и Брестском районе было привито порядка 129 тысяч человек. Около 40% жителей, что позволило избежать превышения эпидемического уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. И это характерно для нескольких минувших лет. Компания предыдущих годов, в том числе прошлого периода, подтвердила свою эффективность тем, что на нашей территории, благодаря уровню охвата, достигнутому, поставленному Минздравом, 40% всего населения в целом, не менее 70% групп риска и не менее 40% работающего населения, вот эти охваты оказались оптимальными для того, чтобы на нашей территории не было превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом, так называемой эпидемии в народе, и чтобы наши школы не закрывались на карантине, чтобы не приостанавливался учебный процесс. Препараты для иммунизации населения в город над Бугом уже приехали. Прививать будут как за счет местного и республиканского бюджетов, так и по желанию за личные средства граждан. По словам специалистов, вакцина будет доступна в организациях здравоохранения уже с октября. Для формирования полноценного иммунитета необходимо порядка 3-4 недель. Если привиться в октябре, говорят доктора, организм успеет подготовиться к самому холодному и опасному сезону.